Но 282 статья в народе, насколько я понимаю, называется русской, потому что за нее суют в основном русских. Мы прекрасно видим огромное количество рукопожатных людей, рукопожатных вообще человеков с прекрасными лицами, которые высказывают в отношении русских расистские, ксенофобские, человека-ненавистнические заявления, абсолютно клеветнические, которые оскорбляют русских, как только они могут, изгаляются, как только они могут. В интернете все это есть в очень больших количествах. Но одной десятой того, что говорит так называемая российская интеллигенция и нероссийская тоже других народов в отношении русских, достаточно для того, чтобы любой русский пошел на 4 года. Любой. Ну или украинец, или белорус. Но для этих людей это можно. Вот сейчас в Перми судят человека Романа Венеровича Иушенкова, бывшего доцента университета, кандидата наук, который всего лишь поинтересовался, а неплохо было бы посчитать, а сколько погибло в войну не только советских граждан, об этом бесконечно идут в дискуссии, сколько погибло евреев. Потому что известная цифра 6 миллионов, это на Нюрнбергском трибунале, кто-то из, по-моему, ГЕС сказал со ссылкой на Эйхмана, что от Эйхмана когда-то это слышал, никаких документов на этот счет нет, внятных. И неплохо было бы посчитать и узнать, может, их больше погибло. За это человека судят по той самой 282-й статье с формулировкой отрицания факта Холокоста, хотя он этого не отрицал, и отрицания решения Нюрнбергского трибунала, хотя он их не отрицал, решила исключительно об уточнении, восстановлении истории. А причина этого, насколько можно судить, в том, что люди в Перми попытались сделать русский культурный центр, им власти очень четко, если я правильно помню, объяснили, что любой народ в России может иметь свой культурный центр, кроме русских. И они попытались, значит, там, ахабадники, ахабад это такая крайне фундаменталистская секта иудейская, которая в Лондоне люди даже запрещают своим женщинам водить автомашину, а в России, значит, они подали на Россию в суд, пытались нас поставить на счетчик. То есть это антироссийская секта, очень жесткая. И эта самая секта получила в подарок огромный кусок земли в центре города на 50 миллионов рублей. И когда местные жители возмутились против этого, местные жители стали давить довольно серьезно. И, судя по всему, Романа Ювкова судят на самом деле за то, что он посмел возмутиться против разбазаривания имущества государственного. Это преступление на самом деле. И является ли наше государство русофобским или нет, это большой вопрос. Если посмотреть на социально-экономическую политику, то возникают большие вопросы по этому поводу. Так что удивляться здесь не надо. Правда, по 282 статье иногда судят и представители других народов, могу сказать, что в основном за дело. Друзья, вы мне тут уточняете, что да, действительно, Роман Авенирович в Перми его судят не за статью, а за перепост статьи. А причем автора статьи не судят. И по доносу Стукача с гражданством Израиля, вы правильно пишете, человек даже специально сюда приезжал из Израиля. При этом человек требовал, чтобы его фамилия и имя отчества были скрыты, чтобы он, так сказать, был анонимным доносчиком. Ну, это Следственный комитет ему в итоге не позволил сделать. Но, тем не менее, к вопросу о том, что такое 282 статья, как и против кого она применяется. Тут еще случай совсем недавно. Здесь вот я веду эфир «Комсомольской правде». Недовольный очередными высказываниями там какого-то журналиста, значит, здесь армянская молодежь устроила беспорядки перед входом в здание редакции. Там чуть ли не блокировали, не блокировали. Просто представьте себе, что было бы, если бы русская молодежь устроила беспорядки перед какой-нибудь редакцией. Что бы с этой молодежью было? Куда бы ее закатали? А здесь все в порядке, все можно, имеете право, дети резвятся. Я думаю, что если бы фамилия Мара Багдасарян была бы Марусь Иванова, ну, блин, давно бы она уже была в местах не столь отдаленных. Но это моя гипотеза.